Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о том, что такое Progressive Web Apps или PWA. Здесь мы посмотрим, как вся эта концепция относится к теме скорости сайтов и вообще стоит ли на нее обращать внимание. Если вам интересно, то поехали! Меня зовут Лавлинский Николай, я технический директор Method Lab. И первое, о чем мы поговорим, это все-таки, что такое на самом деле PWA. Если просто, то это на самом деле обычная концепция, в которой есть несколько постулатов. Основная идея этого – это набор неких технологий, которые Google продвигает как продвинутый вариант чего-то среднего между мобильными приложениями и обычными мобильными веб-сайтами. Помимо продвижения Google, есть набор достаточно активно внедряющих эти PWA-компаний. Это в основном крупные компании, которые работают на розничном рынке. Это различные сервисы по заказу пиццы, такси, какие-нибудь онлайн-СМИ, также есть ритейлеры и что-то в этом роде. Итак, что лежит в основе PWA как концепции? Есть три вещи. Первая вещь – это надежность. Что такое надежность? С точки зрения Google это работа при оффлайне, либо при очень плохих соединениях. Это значит, что вы по сравнению с обычным сайтом можете загрузить это приложение в любой момент, даже если у вас нет связи совсем, и что-то в нем полезное сделать. То есть работа в оффлайн-режиме сравнимая с обычными приложениями для мобильных устройств. Второй постулат – это скорость. Скорость здесь имеется в виду именно гладкость взаимодействия, скорость работы интерфейса. То есть это плавная анимация и плавный скроллинг. Ну, под плавным, естественно, имеется в виду на максимальной частоте экрана мобильного устройства. Как правило, это 60 FPS. Если вы выдерживаете этот стандарт, то ваш скроллинг и ваши анимации считаются плавными. И при этом, конечно, надо учитывать не просто топовое устройство, а некие средние устройства по рынку, которые обладают не самой высокой мощностью. Ну и третий постулат – это Immersive. То есть можно перевести как увлекающее или приложение с погружением. Это значит, что вы за счет использования PWA можете убрать рамки браузера, и у вас получается полноэкранный интерфейс, опять же, похожий на настоящее мобильное приложение, которое вы загружаете в App Store различного вида. Давайте поговорим, в чем основной смысл всех этих Progressive Web Apps. По-моему, самый главный смысл – это замена традиционных приложений для мобильных. И здесь, конечно, мы получаем сразу много преимуществ. Во-первых, это работа сразу на нескольких платформах, то есть кросплатформенность. Сейчас это мобильные версии для iOS, это Android и десктопный Windows. Также есть поддержка Chrome OS. В ближайшее время поддержка появится уже на десктопных маках и на Linux. Второе – это отсутствие необходимости работать с непосредственно магазинами приложений. Это значит, соответственно, более простая работа с обновлениями. Но вообще не нужно все это регистрировать, проходить модерацию. То есть вы получаете все плюсы от обычного веб-сайта, который вы контролируете полностью. То есть выкладываете его новые версии, запускаете на других доменах, и вас практически никто не ограничивает в этом. Ну и, наконец, есть большой плюс – это мгновенное обновление приложений. Это значит, что вы, как с обычным сайтом, можете в любой момент выкатывать обновления и не ждать вот этого длительного цикла модерации, одобрения в этих магазинах. И ваши пользователи всегда пользуются актуальной версией вашего приложения. Давайте посмотрим с точки зрения владельца обычного веб-сайта. Ну пусть он будет мобильным, адаптивным, это не важно. Что мы здесь получаем? Здесь все уже не так просто. Допустим, первое требование PWA – это надежность, то есть работа в офлайне. Задайте себе вопрос, по логике ваш сайт, ваше приложение может работать в офлайне? Например, у вас интернет-магазин. Вы постоянно подгружаете оттуда карточки товара, вы должны работать с корзиной для покупателя и оформлять заказ. Вот в этих ключевых этапах сможете ли вы работать при отсутствии подключения? Если вы действительно можете реализовать такую логику, то это будет плюсом. И если нет, тогда получается у вас уже не PWA. Вторая широко рекламируемая фича – это добавление на экран мобильного устройства. Ну или сейчас это уже и на десктоп. Вы получаете возможность иметь собственную иконку для сайта, по сути говоря. А здесь нужно спросить такой вопрос. А будет ли пользователь, ваш конкретный посетитель, добавлять ваш сайт на главный экран как приложение? Это вопрос не праздный, потому что, опять же, возьмем средний интернет-магазин, где человек решил купить какую-нибудь там лампочку или аксессуар и оформил заказ. Да, конечно, вы можете ему подсунуть предложение, установить на главный экран. Но вопрос, захочет ли он это делать? Скорее всего, для вашего магазина нет. Положительный ответ здесь, скорее всего, ждет как раз те компании, которые имеют собственные мобильные приложения. Допустим, это крупный онлайн-СМИ. Пользователь к нему лоялен, и он хочет, например, каждый день смотреть там новости. Да, он согласится поставить эту иконку. Может быть, это большой поставщик какого-то другого контента. Ну или действительно какой-то супер-мега-гипермаркет, в котором он, если не каждый день, то каждую неделю что-нибудь покупает. Да, он поставит эту иконку на главный экран. Но вот для малого-среднего бизнеса, скорее всего, это уже не очень актуально. Также, наверное, уже у всех навязывал на зубах тема с пуш-уведомлениями от сайтов. С точки зрения маркетинга, их сейчас активно продвигают, внедряют. Уже практически каждый второй сайт, наверное, нам предлагает подписаться на уведомления в любых видах браузеров. Ну, с точки зрения пользователя, опять же, это просто назойливый баннер, в котором надо нажать «нет», «не согласен», «не буду». Конечно, кто-то может по ошибке подписаться, но, опять же, это вызовет еще больший негатив, потому что вам начнут уже приходить эти пуш-уведомления, не все пользователи быстро могут разобраться, как их отключить. Ну, в общем, это тоже достаточно спорная тема. Давайте поговорим о, собственно, самом важном на нашем канале – это скорость. Нам обещают вроде бы как улучшенную скорость. Откуда это может взяться? Ну, во-первых, вы, когда создаете BWA, вы определяете так называемую оболочку приложения, то есть набор статики, который позволяет запустить начальное состояние этого приложения. Допустим, какой-нибудь шаблончик начальный, допустим, логотип, минимальный элемент оформления, шрифты. И дальше уже внутри вы можете отображать, например, динамический контент. В случае отсутствия соединения вы просто покажете оболочку и напишите там, допустим, что у вас оффлайн-режим, и показать, например, старый какой-нибудь контент. Также у вас получается дополнительный слой кэширования, так как вы обязаны подключить ServiceWorker. Это, по сути говоря, прокси внутри вашего браузера, который пропускает через себя все запросы в сеть. Именно за счет него реализуется оффлайн-режим, и также вы можете там кастомные политики для кэширования ресурсов себе реализовать. Но это, может быть, с каким-то натягом относится к скорости. Все остальное, что говорят, это плавные анимации, плавный скроллинг. Это, собственно говоря, обычная работа по оптимизации скорости работы ваше веб-приложение, которое никак не меняется ни в PWA, ни в мобильных сайтах. Нет какого-то особенного подхода. Это все одинаково. Но вот из минусов для обычных разработчиков сайтов можно сказать, что как раз упомянутый ServiceWorker, который пропускает через себя все сетевые запросы, это дополнительный уровень сложности. То есть это та возможность, где можно что-то напортачить и сломать, по сути говоря, ваш сайт. Например, можно неправильно, некорректно закэшировать какой-нибудь JS-код, и потом вам будет очень сложно его обновить. Ну, например, такая ситуация. Когда мы работаем с сайтами, с обычными, мы уже привыкли. Мы понимаем, что такое политики кэширования браузера, как это все работает внутри. А здесь у вас появляется собственный код, который это все реализует. Причем хорошо, если это именно действительно ваш собственный код, а не то, что пришлось к какому-нибудь фреймворку или к какому-нибудь бойлер-плейту для PWA, которым вы вообще понять не можете, что происходит внутри. Ну и, наконец, логично нужно понимать, что у вас количество JS-кода будет больше, чем у обычного сайта. Потому что как раз вам нужно реализовать Service Worker. Скорее всего, у вас будет дополнительный код для обработки оффлайн-состояний. И, естественно, это немножко усложняет первичную загрузку сайта. Насколько это будет тяжело, это уже надо смотреть в конкретном примере. Ну и, наконец, проверить ваш сайт или, скажем так, перевести его хотя бы частично в PWA можно с помощью инструмента Lighthouse. Это, собственно, закладка аудитов в Хроме. И там есть специальная галка Progressive Web App. Если вы поставите, он вам, в принципе, нарисует схему, что у вас есть из PWA, а что у вас нет. Там есть набор формальных критериев. Например, это строгая CTTPS должно быть, там должен быть Service Worker, манифест этого приложения и так далее. Вот вы там можете проверить и что-то из этого внедрить. Это можно внедрять инкрементально. То есть делать одну вещь, потом перейти дальше, и так вплоть до полного PWA. Давайте подведем итог обзора этой технологии. Во-первых, эта штука, конечно, будет развиваться, и, наверное, стоит посмотреть, что будет происходить, какие будут практики внедрения в реальности. По крайней мере, быть в курсе нужно точно. Второй момент – это если ваш сайт действительно работает как приложение, то есть он действительно повторяет функциональность, он имеет свойства приложения, есть большая возможность, что пользователи, захотя себе установить это приложение, то вам точно нужно ознакомиться с этой технологией и, возможно, уже внедрять в полном масштабе. С другой стороны, многие фичи, которые нам обещает PWA, можно сделать и без этой, собственно, технологии, этой парадигмы. Например, скоростью вам никто не мешает заниматься на вашем мобильном сайте. Из всего вышесказанного уже понятно, что PWA – это технология не для всех, но вы можете что-то для себя вычленить полезное и использовать это точечно. То есть не обязательно бросаться и внедрять все подряд. К тому же это действительно доступно к внедрению по шагам. Лучше всего этот подход работает для крупных компаний, как я сказал, у которых есть действительно сайты, похожие на приложения по функциональности. Для малых и средних компаний нужно внимательно смотреть, получится ли у вас выигрыш за счет PWA или нет. В конце концов, можно сказать, что это достаточно свежая технология, несмотря на то, что вроде бы порядка нескольких последних лет она развивается, но все-таки, естественно, есть какие-то сырые моменты. Например, сейчас только готовится реализация для десктопов Linux и macOS. Надо посмотреть, как это там сработает. Ну и если вам тема интересна, то мы приведем ссылку на доклад с Google IEO 2017 года, когда как раз внедрялась эта идеология, так скажем. Ну и, естественно, по связанным видео вы сможете найти гораздо больше докладов с примерами, с конкретными кейсами внедрения PWA на том же Google IEO или, например, на Chrome Dev Summit. Ну а на этом у меня все. До свидания.